Доброго понедельника! В эфире «Инфакт» и куча новостей с полей игровых шоу! В эти выходные успели отгреметь презентация Xbox, отдельный показ Starfield, инди-тройничок Future of Play Direct, Wholesome Direct и Future Games Show, а финишировали всё это дело PC Gaming Show. Анонсов, видосов и прочих материалов было просто море. Правда, как и в случае с Summer Game Fest, местами было прикольно, но в целом под пивко. Все игры перечислять не стану, пройдусь по наиболее интересному. Остальное мы собрали в соответствующих постах на сайте, все ссылки в описании под роликом. Ну, погнали! Microsoft впервые показала Fable. Вы спросите, неужели геймплей? Я отвечу, лучше, игровую нарезку. И настоящего геймплея в ней кот наплакал. Ну, это уже что-то. Главное, в игре можно будет пинать кур. Дату релиза не назвали. Выйдет Fable на ПК и Xbox Series. Заглянула на выставку и Ubisoft со своей первой игрой по Звёздным Войнам с открытым миром. Star Wars Outlaws. Анонсирующий ролик моё почтение, но опять же, что там непосредственно по игровому процессу, не ясно. Но уже сегодня Юбики подрубят собственное шоу. Там всё и узнаем. Выход игры намечен на 2024. А вот пацаны из Starbreeze взяли и показали Payday 3. Чётко, ясно, динамичненько, короче, кайф. Старт 21 сентября на ПК, Xbox Series и PS5. Слухи о ремейке Persona 3 оказались верны. Нам представили трейлер и пообещали выкатить игру в начале следующего года. Помните игру со странным названием Avowed? Ну или Avowed? Так вот и она, наконец, показала своё истинное лицо. Собственно, Skyrim в мире Pillars of Eternity от Obsidian Entertainment. Выйдет на ПК и Xbox Series в 2024. Ninja Theory подрубила новый трейлер Senos Saga Hellblade 2. На этот раз вроде как отрывок игрового процесса. И выглядит внушительно. Релиз в следующем году. Творцы Torment Tides of Numenera и второй-третий Wasteland заанонсили стимпанковую RPG Clockwork Revolution с глубокими ролевыми системами и манипуляциями со временем. Что ещё показали? Голый мужик из Якудза проснулся на пляже в трейлере Like a Dragon Infinite Wealth. Создатели Everybody's Gone to the Rapture и Dear Esther представили свежий хоррор Steel Wakes the Deep. И, наконец, проекты выкатили новый видос по Phantom Liberty DLC Cyberpunk 2077. И сообщили, что выйдет оно 26 сентября. Под долгожданную Starfield отвели отдельное шоу, на котором вывалили массу инфы по игре под 45-минутный геймплейный заклей. Вот что значит показать игровой процесс. Разработчики похвастали, что использовали все доступные технологии, дабы сделать мир игры как можно более живым. Даже луны в Starfield будут реально вращаться вокруг планеты, и их можно будет посетить, как и тысячи различных планет. Сами планеты имеют своё освещение в зависимости от положения, атмосферы, звёзд в центре их систем и кучи других факторов, которые также влияют и на расположение биомов. Маршруты для перелётов с одного объекта на другой будут прокладываться в режиме звёздной карты. Для путешествий в отдалённые системы придётся прокачивать навыки и свой корабль. Который, кстати, можно будет собирать с нуля, прям как в Kerbal Space Program. Выбранная предыстория героя повлияет на прохождение, как и отдельные черты. Нас ждёт самый крупный город в истории игр от Bethesda. Мегаполис Новая Атлантида, множество враждебных фракций, система компаньонов, динамичная и весёлая боевая система, аркадные космические сражения, крафт и многое-многое-многое другое. Подробнее читайте в новости по ссылке, там же можете глянуть геймплейный видос, системные требования и состав разных изданий игры. Starfield стартует 6 сентября на ПК и Xbox Series, а также войдёт в Game Pass. Подышали, успокоились и переходим ко второму блоку игровых анонсов. Чем нас порадовала инди-сцена? Атмосферным сюжетным приключением Arctic Awakening, повествующим о пилоте, потерпевшем крушение где-то за северным полярным кругом. Даты нет, платформа Steam. Песочница под названием RECA познакомит нас с ученицей Бабы Яги. Будем учиться в ворожбе, варить зелья и отстраивать избу на курьих лапах. Старт в следующем году, также в Steam. Постапокалиптическая приключенческая ролевка Resistor отправит нас сражаться на тачках, гонять по открытому миру, вытворять всякое, а ещё сюжет, говорят, крутой. Выйдет игра на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Даты нет. И посреди этого добра внезапно появляется новая Lords of the Fallen со свежим геймплейным трейлером. Выход намечен на 13 октября для ПК, PS5 и Xbox Series. Мрачная метроидвания The Last Fate тоже получила трейлер и дату. Кромсать нечисть можно будет начать также в октябре этого года. На ПК, PlayStation, Xbox и Свище. Дедалики объявили о возвращении Диппонии. Пятая игра в серии получит имя Surviving Deponia и внезапно станет выживачом. Игру выпустят в раннем доступе Steam в этом году. Потом будут версии для PS5 и Xbox Series. Весь ужас, что мы должны пережить в хорроре Layers of Fear предвещает сюжетный лонч-трейлер. Сам запуск состоится уже 15 июня на ПК, пятой плойке и серийной мультиварке. И напоследок симулятор мента из 80-х The Precinct для тех же платформ и хоррор метроидвания с покадровой анимацией и котейкой The Spirit of the Samurai. Последняя явится в следующем году на ПК. И давайте прям быстро, а то уже и так много наговорил о самых примечательных играх с PC Gaming Show. Frostpunk 2 получила трейлер, но снова без геймплея. Зато узнали, что Ледяной Градострой выйдет в 2024. Примерно тогда же ждем мы симулятор жизни в городе из Клаудпанка, Нивалис. Следующую игру я решил упомянуть чисто из-за названия. Ebenezer and the Invisible World. Митроидвания по рождественской песне Чарльза Диккенса. Явится в этом году. Олдскульная стратегия в духе CNC под названием Dorf вскрыла геймплей, но не сказала, когда выйдет погулять. Показали геймплей стратегии по Age of Sigmar Realms of Ruin и RTS Stormgate, нового Старкрафта от создателей старого Старкрафта. Больше игрового процесса The Invincible по книге Станислава Лема. Vampire Survivors по миру Pathfinder. Gellospire Survivors. Тактичка от авторов Desperados 3 и Shadow Tactics. Shadow Gambit The Cursed. Также Larian полетали камерой по вратам Балдура. Далее последовал мощный анонс Breath Edge 2. Трейлер онлайн-выживача в альтернативном мире Sand. И, наконец, мой личный фаворит, выживательная стратегия Last Train Home. Перечислил я далеко не всё. Напомню, что полный список анонсов ищите по ссылкам в описании. На том же PC Gaming Show речь зашла также и об ММО-проекте по Дюне – Dune Awakening. Разработчики поведали о том, что ждёт нас в игре, и показали больше игровых фрагментов. Нам предстоит пройти путь от голодного оборванца с ржавой заточкой до главы влиятельной гильдии. Поначалу придётся заботиться о своём собственном выживании, искать воду и спайсы для личного употребления, а уже потом присоединяться к группе, отстраивать базу и содержать подопечных. Каждую неделю мир игры будет обновляться после мощного песчаного шторма, а значит и исследовать его, ну, по крайней мере, по идее, должно быть всегда интересно. Предполагаются подковёрные интриги, предательство товарищей по клану, внедрение в чужой клан, шпионаж и прочие крысиные финты. Махаться можно будет как с NPC, так и с другими игроками в специальных PvP-зонах. В ход пойдут оружие ближнего боя, дальнего, силовые щиты, мотоциклы, танки, орнитоптеры и прочие чудеса науки чётко по книгам Фрэнка Герберта. Даты у Dune Awakening всё ещё нет. Платформы, ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Remedy предложила журналистам покатать полчаса в Alan Wake 2, но снова не показала игру за Алана. Ну что ж такое? Что нового мы узнали? Играя за Сагу, мы получим доступ в её чертоге разума, комнату, в которой героиня будет изучать и сопоставлять найденные улики. Игрок сможет заниматься этим самостоятельно, но насколько свободно, не уточняется. Находя зацепки, Сага будет получать новые задания и таким образом продвигаться по сюжету. Как и в первой части, походу мы будем собирать страницы романа Алана, который мысленно начнёт пояснять Саге, как тут всё устроено, и давать подсказки по борьбе с монстрами. Стычки обещают быть более напряжёнными, нежели раньше, но при этом мы не такими частыми, а быстро отхилиться под фонарным столбом прямо во время боя отныне нельзя. Alan Wake 2 выйдет 17 октября на ПК в Epic Games Store, а также на PS5 и Xbox Series. Больше подробностей стало известно и о боевой системе в грядущей Mortal Kombat 1. По словам руководителя проекта Эда Буна, механика с камео персонажами, которые смешно так выбегают из-за кулис, дают противнику по щам и убегают обратно, родилась из двух задумок. Сначала команда хотела ввести уникальные модификаторы для каждого героя, но потом передумала. Авторы также вспоминали и режим 2 на 2, который в последний раз появлялся в Mortal Kombat 2011 года. И в результате в качестве золотой середины родились эти вот камео. Такие напарники могут ударить оппонента в воздухе, подкинуть его, стукнуть издалека, выполнить комбо-брейкер и даже осуществить фаталити вместо твоего основного героя. Но часто выбегать они не будут, для призыва потребуется энергия. Бун говорит, что на старте в МК-1 будет от 15 до 20 камео бойцов, после список расширят. При этом некоторые из камео бойцов будут доступны и как обычные играбельные герои. Кроме того, в МК-1 вернутся некоторые классические злодеи, но уже с другой предысторией. Mortal Kombat 1 стартует 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Свой дневник разработки решили ввести и умельцы из Ubisoft, конкретно девелоперы Assassin's Creed Mirage. Первый эпизод дневников посвятили ключевым аспектам игры. Паркуру, скрытным убийством и стелсу. Как заявляет команда, Mirage — это любовное послание к самым первым частям серии. Игра передает атмосферу оригинала, а также предложат усовершенствованные механики. При создании паркура для новой части девелоперы сосредоточились на комфорте и плавности. Как и в трилогии об Эцио, бег по крышам и прыжки по перекладинам будут сплетаться в единый поток. Вернутся веревочные лифты и другие знакомые приспособления, но также появятся и новые, вроде падающих шестов. Также в Mirage вернется социальный стелс. Анимаций скрытных убийств станет еще больше. Авторы хотят, чтобы мы больше держались в тени, собственно, как и должны поступать ассасины. Но оставаться незамеченными будет сложнее, ведь юбики прокачали интеллект противников. Как в старые добрые, мы будем посещать бюро и собирать сведения о цели нашего убийства. И саму цель нам придется определять самостоятельно. Также можно будет брать дополнительные контракты, взаимодействовать с другими фракциями и пить Балтику с союзниками. Короче, ностальгия обеспечена, если верить Юбисофтам. Релиз Assassin's Creed Mirage состоится 12 октября на ПК в EGS и Ubisoft Store, PlayStation и Xbox. И на сегодня это все. Заходите на наш сайт и читайте обзор стезис Bone Totem от Степана Пескова. Узнайте, как получить все ачивки в Metal Gear Solid 4 и не сломать при этом жопу из видео Александра Виллисова. А также смотрите разбор спидрана «Как достать соседа» за авторством Дмитрия Бурдукова. Приятного ознакомления и хорошего дня. И...